В Санкт-Петербурге очень многие знают и помнят, то есть это не единицы, не десятки, а сотни, тысячи людей, кем работал его родной или предполагает, скажем так, отец, которого он в своих биографиях называет родным. То есть есть биография польской писательницы, там несколько иной вариант, что это была семья, в которую его взяли после его сложного детства в Грузии. Но опуская ту версию, возьмем только ту его официальную биографию, которую мы знаем, например, из книги от первого лица или еще из его каких-то других книг биографического содержания, то мы понимаем, что его воспитывал вот этот самый Владимир, по-моему, Викторович, если я не ошибаюсь, Путин, вот тот, значит, человек, который служил в НКВД, который как раз-таки не пускал из блокадного Ленинграда желающих перейти просто за провиантом в Финляндию, а Маннергейм открыл для них проход и сказал, что он будет кормить тех, кто придет за едой. Так вот эти НКВДшники стояли и расстреливали ленинградцев, которые шли туда просто за куском хлеба. Этот же НКВДшник, судя по некоторым, опять-таки, воспоминаниям вот тех людей, на глазах которых это все происходило, потом был командирован не куда-то, а в Западную Украину. Вроде бы как он занимался вот в Ивано-Франковской области и там еще где-то, но это надо смотреть архивы. Было бы очень неплохо, кстати, сказать, может быть, как будто станет интересно, кто-то проверит эти архивы, если они еще есть. Было бы очень интересно посмотреть, так ли это, потому что если этот НКВДшник продолжил свою деятельность по отношению к украинцам, то, ну, наверное, в какой-то степени понятно, какой визу вырастил вот эту гидру, вот этого маньяка Путина, и почему он так ненавидит последовательно. То есть мое предположение, что если польская писательница права на счет грузинского детства, это раз, ответ. Если сейчас вот это вот проституирование на фоне этого, ну, сколько-то летия, значит, блокады, я сейчас не помню просто сколько, там что они отмечали, сколько это получилось? Прорыв блокады, годовщину прорыва блокады. Самой ему 80 лет. 80 лет получается, да, вот, соответственно. То есть его отец устроил искусственный голодомор непосредственно этих ленинградцев там, да, потом, понятно, принял еще горячее участие в геноциде украинского народа. То есть это все можно проследить, это вся его карта его ненависти, география его ненависти, особенные вот эти вспышки, где они у него обостряются, потому что это просто анамнис уже, да. И вот там он решил, соответственно, выйти на это мероприятие под праздник, так называемый, прорыва блокады, то есть проявил там вообще адское фарисейство и лицемерие. Ну и, собственно говоря, не знаю, речь его была, наверное, о самой бледной, хотя ожидалось как раз, будто бы эта речь будет какой-то там очень агрессивной, очень людоедской. Ну, на что его там хватило, на то его хватило. Ну, как я вам уже и говорила, этот, в конце концов, симулятор, это программа, это телевизионная фальшивка, которая существует только благодаря, по большому счёту, разросшемуся спруту его пропаганды, его этих телевещателей омерзительных. Ну, я так понимаю, что единовременное выключение этой кнопки телевизионной по большому счёту было бы, наверное, сродни его исчезновения из умов даже его, собственно, сограждан. Ну, слушая его жалкую речь и глядя на то, как он шатается там жалко на ветру, вспоминались слова Буданова, который недавно в интервью сказал о том, что Путин действительно смертельно болен и очень-очень скоро умрёт. Мы ждём этого. Да, мы ждём, Алексей, я бы хотела подчеркнуть, что нам не стоит, мне кажется, именно останавливаться и уповать. Я считаю, что мы совершенно правильно делаем, когда, наоборот, полны решимости и атакуем. То есть сейчас самое главное, чтобы Украина получила достаточно вооружения. Субтитры создавал DimaTorzok